Всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть на германскую империю в Кайзеррайх. В прошлой серии мы тут особо ничего сильно не делали, просто поотправили добровольцев, выполняли фокусы на промышленность, ну, по мелочам. Собственно говоря, в этой серии мы постараемся еще больше поформить добровольцами, посмотрим, что будет развиваться, начнем строить военную промышленность. Ну, погнали! Ура! К нам Металяфрика обратилась по поводу Португалии, и это, если я правильно помню, это уберет пограничные рейды, и это значит, что, скорее всего, Металяфрика успеет спастись. Осталось не так много, 12 недель, ну-ка, я прав? Может, сейчас еще какие-то ивенты придут, но, по-моему, это так работает. Да, отлично, Металяфрика спасена. Что мы там поставим? Реформа путь вперед? Пожалуй. И вот он, наш новый губернатор. Можно его поменять, посмотреть. Да, вот он вот, Тердорф фон Хассель. Ну, будем верить, что он приведет к процветанию эту страну. Ну, а мы продолжаем воевать нашими добровольческими силами. За оружием мы также шаблон наших тяжелых крейсеров, которые мы будем строить массово. И можно уже запустить их в производство. Как только закончится производство кораблей, которые уже были начаты, мы начнем строить наши новые тяжелые крейсеры. Они, в принципе, должны быть очень неплохо... должны очень неплохо справляться с вражеским флотом, теоретически. Там еще Аргентина начала воевать в Чили. Это значит, что нам срочно надо отправлять еще добровольцев. Выделяем мы четыре дивизии и отправляем туда, потому что потерять Южную Америку было бы очень неприятно, потому что потом оттуда нам будут присылаться вражеские войска. Так что стоит постараться в Аргентине тоже победить. В Балгарии ситуация сложная, но мы стараемся помочь как можем. Здесь в Китае просто фарм опыта, особо ничего не происходит. Ну и в Союзе здесь, на самом деле, мы постепенно продвигаемся так, что удачно. Как и в Испании. В Испании тоже все более-менее хорошо. Периодически, конечно, какие-то микропрорывы в ноги происходят, но мы потом их окружаем, и только получается в плюс нам эти прорывы выходят. Самое важное, мы смогли капитулировать Сербию. Это сейчас нам очень облегчит вообще действия на этом фронте. Сейчас попробуем капитулировать Грецию, а потом останется одна только Румыния. Немецкие синекалисты захотели домой. Это потратит политику, даст нам опыта армии, но нет, нет, политику мы потратить не можем. Политка здесь очень нужна. В Испании все отлично. Мы по сегодняку наступаем. Болгария, к сожалению, проиграла. Не хватило наших сил, слишком много добровольцев позакидывали другим соседям. В Аргентине ситуация сложная. Стараюсь сейчас охватить Парагвай, а затем постараться как-то удержать фронт против южных синдикалистов, но не уверен в победе вообще. В Китае все так же ничего не происходит. Ну а здесь мы потихоньку... Мы поменяли наши дивизии на моторизованные здесь. И потихоньку тоже пробуем наступать, но на самом деле там мы в основном тоже фармим опыт. Вот закончилась гражданская война в Испании. Наша страна победила. Это, конечно же, нас может очень только радовать. В Аргентине мы пытаемся здесь как-то поддержать фронт. Но вот здесь вот огромное количество войск, даже не знаю, как получится. Возможно, мы сможем просто прорваться и капитулировать эту страну. И, наверное, это будет самым правильным ходом. Потому что здесь, как вы можете видеть, огромный элитрис, куча добровольцев. Здесь тоже самая ситуация. А здесь только мы помогаем. Так, конечно, сложновато выиграть. Но попробуем просто победить капитулировав. И вот мы наконец завершили реформу Черного понедельника. Наша промышленность наконец-таки дышит. Начали мы строить, собственно говоря, военные заводы. Скажем сразу побольше, чтобы об этом поменьше вспоминать. Ну и теперь мы можем пойти взять все ячейки исследований, которые я сразу не взял. А потом посмотрим. Возможно, пойдем что-то по флоту, чтобы чуть-чуть улучшить свое положение на море. Хотя крейсеры, в принципе, неплохо все должны показать. И, судя по всему, наш лайфхак работает. Потому что мы продвигаемся уверенно на юг. Не встречаем здесь никакого сопротивления. Можем даже в Чилище чуть-чуть зайти. Взяли мы уже столицу. И просто идем по точкам плюс. Просто красим, чтобы был вардскор. Я думаю, мы сможем так победить вполне себе. Ну да, вот-вот оно капитулирует. 97%. Дожидаю буквально вот с минуты на минуту. И это супер должно ослабить. Видите, здесь большинство сил как раз кинь-чилийских. А Патагонии, они все испарятся моментально. Вот. И здесь станутся окружения, добровольцы. Супер. Теперь мы можем также с Чили попробовать сделать. Ирландия решила вступить в Рейхспакт. Это приятная новость. У нас теперь реально есть неплохая база для выставки в Британию. Скорее всего, я и воспользуюсь перед началом теоретической войны. Скорее всего, здесь окажутся наши войска с планами выставки в Британию. Ну и благодаря нашим усилиям в Южной Америке, судя по всему, Чили пойдет уже очень скоро. Мы тут неплохо размансили их войска. И мы тут самое главное еще в окружении неплохо так войск интернационала прожжем. А самое главное на юге будет именно наша страна, Аргентина, а не какая-то шавка интернационала. В Мексике, к сожалению, мы никак не сможем уже из Америки перевести к нам. Норвегия, кстати говоря, вступила в интернационал. Тоже не самая приятная новость. Но кроме этого, интернационал достаточно малочисленен. Британия, Франция, Норвегия и Мексика это очень мало. К тому же Индокитай тоже, скорее всего, пропадет, потому что там уже я вижу зеленые колбочки. Ну и здесь мы Чили тоже сейчас захватим. Следовательно, даже не знаю, кто будет помогать им. Единственное, что меня волнует, это то, что вот здесь вот союз, который я пытаюсь поддержать, очень себя плохо начал показывать. Возможно, он сможет перегруппироваться, но я полагаю, что нет. И вообще, судя по всему, самый хороший штат сейчас у синдикатов Америки. Если они победят, то притескаешь, конечно же, начать интервенцию и давить красную заразу в Америке. В Италии тут возобновляется гражданская война. Стараемся мы, конечно же, помочь, но здесь мы можем тратить всего одну дивидию. Это, ну, очень мало. Танков одну можно уже распустить. Все равно у нас уже танков тяжелых строиться не будет. У нас уже строятся средние танки. Но зато можно отправить хотя бы авиацию. А авиация уже будет очень даже кстати. Постараемся поддержать их по максимуму, а потом тратить еще в южную. И постараемся задушить синдикалистов в Италии также. Тут канадцы вызывают нас на морской поединок. Давайте попробуем, посмотрим, победим или нет. У нас все-таки 60% на победу. Значит, надо брать шанс. Позитивный. Прогнитивная война закончилась. Для нас приятно. Ну, мы тоже победили. Отлично. Собственно говоря, это, кстати, дает нам опыт флота. Очень приятный. Значит, нам нужно выдвигаться и тренировать наш флот. Пока что по фокусам мы что взяли? Взяли ячейку здесь. Закончили здесь промышленность. Не взяли пока что вот этот приятный бонус. Потому что я поспешил взять новую тех танков. Возьму им сейчас фокус на новую тех истребителей. И затем полетим в братья минус ТНП. Ну, в северной Италии, видимо, мы здесь просто будем бесконечно удерживать реку. Что, в принципе, неплохо. Это бесконечная форма опыта. Самое главное, что итальянцы не смогут прорваться. В один момент на них нападут с юга. Вот это тоже отправим добровольцев. И задавим красных в Италии. Оба захотелось вступить в реку пакт. Конечно, принимаем. Почему бы нет? Рекс пакт, на самом деле, неплохо так разросся уже. По сравнению с Интернационом, который не растет, мы очень даже успешно себя показываем. Я, кстати говоря, немного заказал еще верфей, чтобы построить побольше тяжелых крейсеров. Я надеюсь, что это нам должно помочь против британского флота. Ну и французского тоже. Ну вот, случилось то, о чем я говорил. Можем послать добровольцев в южную Италию. Это мы обязательно и сделаем вместе с самолетами. Собственно говоря, теперь я ожидаю, что там будет очень не сладко коммунистам местным. Точнее, синдикалистам местным. Можем мы еще отправить с этой бомбардировщиков, конечно же, отправляем. И удача им воевать за Италию с таким перевесом. Ну, тут, конечно, да, с нападением с двух сторон Италия синдикалистическая просто разваливается. С обеих сторон, даже на севере здесь, хотя казалось бы, сил мало, переходят они в наступление. Кроме того, здесь еще Османов застал немножко добровольцев. Тоже на местных конфликтах немножко подфронить опыта. У нас с опытом очень большие проблемы. Несмотря на то, что мы так много везде участвуем, из-за минус опыта у нас его все еще не хватает. Ну, и плюс, конечно же, мы какие-то дивизии модифицировали. И тут случилось невероятное. Украина решила выйти из Рекс-Пакта. Ну, что тут сказать? Мы ей этого не разрешали. А значит, наши войска уже едут на границу. И единственное, придется нам поотзывать наших генералов. В принципе, добровольцы все наши вернутся во время войны. Так что следует сразу подкреплять. Переназначать. Авиацию перепосылать. И начинать войну. Итак, все войска у нас примерно на позициях. Собственно говоря, можем... Ну, у нас единственные генералы, конечно, доезжают. Но мы уже можем, в принципе, объявлять войну. Сразу призвать всех, потому что иначе... Я не смогу нападать с их границ. Как обычно, что-то не совсем сработало. 40 и 40. Ну, да. Ну, ничего. В принципе, мы без проблем захватим Украину. Выска там особо нет. Там Россия резко параллельно тоже объявила войну. Украине. Забавно. Но я не думаю, что они успеют хоть что-то взять. Плюс самое главное нам взять Киев. Мы его уже взяли. Но остальное варскор мы здесь кое-как-то успеем и так, и так забрать. Ой, они начали стратегические бомбардировки делать. Значит, нам придется его делать вот так. Просто, чтобы варскора Россия не забрала себе. Потому что она начала стратегические бомбардировки делать. Вот, чудесным образом. Мы теперь тоже набираем такой варскор. Ужасная механика. Скорее всего, нам что-то придется им отдать. Тут умер советник на ресурсы. Очень неприятно. Нам эти ресурсы были нужны. Итак, вот теперь мы будем как-то делить Украину. Получился вот такой вот. Пришлось нам отдать часть территории. Как я и говорил. Потому что Россия внезапно получила много варскора. Мы не успели захватить все до этого. Но, в целом, ничего. Сейчас мы что-то повыделяем. Посмотрим, что-то перераспределяем. Ну, собственно говоря, поделили мы Украину. У нас Беларусь чуть-чуть отдали территории. Я представляю, что они тоже национальные территории Беларуси. Можно отдать Беларусь, потому что не вставала. И у нее неплохие бафы. Пускай качаются. Тем временем, у нас, в принципе, достаточно неплохая оборона на востоке, можно сказать. Очень много здесь наших союзников. Они должны кастать нам неплохую поддержку. Готовятся у нас танки потихоньку. Наши танковые дивизии еще не полностью готовы. То есть я еще их не полностью экипировал. Шаблон еще поменяется. Но ничего. Здесь скоро тоже я смогу добавить себе побольше всего. То есть вот там буквально чуточку еще не хватает всего. И нам нужно потихоньку людские ресурсы поднимать. Но это мы поправим нашим милитаризмом, когда прокачаемся вот здесь. Сейчас я качаюсь, возьму еще три верфи отсюда. И как раз мы закроем наше производство полностью тяжелых крейсеров. Но тем временем, я думаю, серия уже пора заканчивать. В этой серии мы очень много где повоевали. Но пока что только добровольцами. В Южной Америке самое главное, чтобы смогли защитить Аргентину. Там не будет у интернационала союзников. Пока что вообще союзников у интернационала очень мало. Я немного волнуюсь за Вьетнам. Потому что здесь как-то непонятно. Ну и до Китая. Вроде как что-то периодически зеленое, но периодически красное. Я так понимаю, им не хватает ресурсов. Но не очень понятно каких. Я бы им, наверное, что-то отправил. Вступить в войну не могу. Добровольц отправились туда тоже. Не могу. Потому что они в моем альянсе. Ну, нам стоит просто верить в Ост-Азию и то, что они смогут. Ну и, собственно говоря, потихоньку мы готовимся к войне с Россией и Францией одновременной. Мы очень неплохо к ней готовы. Промышленность наша, в принципе, буквально чуть-чуть меньше, чем у этих всех трех стран вместе взятых. Так что мы идем очень хорошо. Плюс мы еще, конечно же, достраиваем ее. Наш флот тоже, я считаю, сможет повоевать с британским очень даже. Мы построили неплохое количество тяжелых крейсеров. То есть вот они. Я, в принципе, верю, что тем более с поддержкой авиации мы сможем ее там победить. И стоит не забывать, что у нас есть Ирландия. Это очень важная сторона в этом конфликте. Именно из Ирландии мы, скорее всего, высадимся в Британию. Нам нужно будет контролировать всего один морской регион. И буквально сразу в старте войны мы капиталируем главную вражескую силу по флоту. Ну, серию, как я говорил, уже прозаканчивают. Так что с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.